В Ленёво продолжается реализация проекта «Моногород». Ряд изменений в своём посёлке ленёвцы уже наблюдают. О том, какая работа уже проделана, а какая только предстоит, в нашем сюжете. В программу «Моногородов» посёлок Ленёво вступил ещё в 2013 году. Однако активную работу по реализации проекта его участники смогли начать лишь в 2017 году. Ленёво относится ко второй группе «Моногородов», так как на нашей территории имеется градообразующее предприятие. Новосибирский электродный завод. Но это, пожалуй, единственное предприятие, в большом объёме обеспечивающее население посёлка рабочими местами. Вступление в программу развития «Моногородов» позволит создать новые рабочие места, тем самым снизив риск всплеска безработицы в случае кризисных ситуаций в металлургической отрасли. Обучились 25 дней президентской академии. По итогам нашего обучения мы защищали свой проект развития «Моногорода», конкретно Ленёво. Ну и по результатам защиты проекта мы получили гран-при. В чём оно заключается и почему именно мы получили этот приз? Во-первых, мы подошли детально к изучению территории. Мы провели соцопрос нашего населения, выяснили, какие проблемы его интересуют. Самые главные проблемы мы выделяем три – это благоустройство, экология и рабочие места. Исходя из этого, мы и строили свою работу. За работой по благоустройству посёлка ленёвцы могут наблюдать ежедневно. По проекту «Безопасные дороги» объект уже сдан. Предстоит ремонт дороги по проспекту Коммунистический. По проекту «Благоустройство придомовых территорий» работы на стадии завершения. Бурная деятельность кипит на стройплощадке парка. В настоящее время работы по этому объекту выполнены на две трети. Подрядная организация идёт в соответствии с графиком. Бурщатка подготовка к площадке. Сначала была бурщатка, озеленение, установка малой формы, лавочки, тренажеры для скейтборда, турники, ёлки, сирени, газоны. Всё, что у нас входит в наш контракт. Асфальтирование уже закончено. Площадок для стоянок, магазинов для стоянок, за сцены для артистов, для скейтбордов и резиновое покрытие. Вся площадь парка, а составляет она 8420 квадратных метров, поделена на зоны. Возле сцены будут проходить общепосилковые мероприятия. Рядом будет располагаться спортивная зона, а за ней зона тихого отдыха. В дальнейшем этапе уже с проектных работ у нас выполнены. Здесь вот, если вот это не достроить, здесь будет у нас построено здание 12,4 миллиона стоимостью, в которых будут закрытые помещения, раздевалки для хоккеистов, потом все необходимые помещения, которые врач, заточка коньков. И также будем планируем там же помещение создать прокат коньков для общего населения. С той стороны мы увидите, площадка еще, ну, закончат на этой неделе, полностью брусчатку они закончат, на следующей неделе полностью благоустройство. Это озеленение и установка малых архитектурных форм. Там будет планируется построить фонтан, зона тихого отдыха. Окончательная сдача объекта произойдет в следующем году. Будет продолжена деятельность и по благоустройству придомовых территорий. Планируется облагородить территорию еще трех домов. Портфель документов, оформленных, у нас сегодня на следующий год на 40 миллионов рублей. Заявки в Минэкономразвития Новосибирской области мы подали. У нас есть совет, который проводит свои заседания, да, и отслеживаются все эти работы. Значит, на сегодняшний день черновой вариант заявки на территорию, опережающего развития, агентство инновационного развития подготовлено. В течение недели мы ее отшлифуем и отправим в Москву для получения статуса. Хочу сказать, что после поездки мы встречались с губернатором. Буквально на той неделе мы встречались с руководителем фонда моногородов, где он, в принципе, нашу заявку на ТСР сказал, надо ускорить и подать ее. Ну и 19-го числа губернатор собирает нас по поводу всех инвестиционных проектов. Глава отметил, что желание наладить свое производство на Леневской земле у инвесторов есть. Живая надежда, что эти желания перерастут в действующие проекты. Инвесторы, которые у нас сегодня заявились и которые готовы развивать здесь свое производство, это обувь России, у них два проекта, да? Это бывший Макс Моторс по изготовлению запасных частей к автомобилю, у них проект. Ну и логистики заявились, у них тоже есть проект. Дальше, на сегодняшний день рассматривается участие и других лиц, которые хотели бы здесь разместить свое производство, потому что желание и намерение подали сегодня около 10 компаний. Своё желание вот здесь вот начать производство. Что касается вопроса экологии, это ещё одно направление в проекте Моногора Доленёва, то решаться он будет путём сотрудничества с градообразующим предприятием, НАВЭЗом. У них разработана инвестиционная программа по модернизации своего производства, где включён и раздел «Экология». Значит, насколько мне известно, инвестиционная программа у них на 30-50 миллионов. Значит, они её в этом и с переходом на следующий год должны реализовать. За счёт действующих предприятий до конца 2017 года планируется создать порядка 350 новых рабочих мест. К концу следующего года этот показатель должен вырасти до 1043 рабочих мест. Такое внимание к моногородам со стороны, скажем, Российской Федерации, со стороны области даёт определённые подвижки. Таких работ, которые мы проводим в этом году в рабочем посёлке Ленёва, я могу сказать с уверенностью, с 80-х годов прошлого века они не велись. Наша задача сегодня, всё, что мы наметили, всё, что финансируется, довести до финиша, то есть провести как положено. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова